Итак, у него двухэтажный дом на 240 квадратных метров. Дело в том, что он хочет во всем доме сделать теплый пол. Первая проблема, даже не проблема, а вопрос к нему был задан таким образом. Сделал ли он тепловые расчеты своего дома. Для того, чтобы дать какую-то конкретную консультацию уже по тому проекту, который он сделал. Этот проект первого этажа его дома у вас сейчас перед глазами, но в ответ я получил только материал, толщину стен и из какого материала сделан его дом. Это каркасная технология в основном, но это не совсем устраивает. Почему? Потому что нужны тепловые расчеты дома. То, что он прислал, это хорошо, но у меня просто нет времени считать его тепловые расчеты, его дома. Поэтому, как он объяснил, он боится ошибиться в расчетах. Всегда делайте расчеты тепловых потерь вашего дома. Не бойтесь ошибаться. Ошиблись один раз, перепроверьте, сделайте еще расчеты. И если вы сделаете чуть больше завышенные расчеты, ничего страшного не будет. Лучше пускай больше, чем вы окажетесь в меньшую сторону. Отсюда уже будет видно, сколько петель вам нужно и по какой длине. Почему? Потому что потом программа по вашим площадям сама дает уже длину петель. Это вам облегчает работу. Ну, на первый взгляд я вижу такую ситуацию. То есть, у нас есть несколько комнат. Зал, кухня, спальня, холл. Здесь еще вот прихожая, лестница, ванная, коридор, котельная и еще одна ванная комната с туалетом. И у него располагается, как я понял, коллектор вот в этой котельной. Предположим, что здесь коллектор и сюда сходятся у него три петли. Первая петля это вот желтым цветом, как мы видим, разнесено по комнатам. Дальше идет фиолетовый цветом петля и захватывает холл и спальню. И красным цветом уже проходит еще кухню и зал. Значит, какие у меня здесь рекомендации? Я бы все-таки коллекторный шкаф поставил где-нибудь посередине дома. Для чего это? Для того, чтобы не тянуть вот такие вот длинные петли. То есть, я бы расположил где-нибудь в холле в том месте, где он мешать не будет. Ну, предположим, вот здесь вот там. И сюда бы уже дотянул полипропиленовой трубой от котла до этого коллекторного шкафа. Второй вопрос. Как он указал, что где-то по 105 метров у него получается длина каждой петли. Ну, судя по размерам дома, это довольно-таки мало. 105 метров и захватить две комнаты – это довольно-таки мало. И объясню, почему у него так вышло. Судя вот по этим размерам, я так понял, 400-600 – это в миллиметрах идёт шаг между петель. Я не рекомендую шаг петли делать даже больше 400 миллиметров. Почему? Потому что сразу получается некомфортное ощущение для человека. Шаг между трубами в петлях не должно превышать человеческой ступни по периметру. Если человек вот наступает, например, вот таким вот образом, нежелательно делать. Максимальный шаг, какой я делал между петель – это 35 сантиметров, 350 миллиметров. Учтите, что из-за того, что вы не просчитали теплопотери, естественно, у вас и получился вот такой шаг. Вы хотите с минимальной трубой достичь комфортной температуры в своём помещении. Но, извините, не всегда так получается. Я вижу, да, здесь есть вот 200 миллиметров шаг, но здесь надо обращать внимание на программу, которая вам выдаст длину трубопровода. Предположим, у вас также остался пускай коллекторный шкаф здесь. По первой петле вы проходите через туалет. Согласен, что при подаче будет самое жаркое, при обратке уже здесь более холоднее. В принципе, для туалета может быть достаточно. Дальше вы идёте через кухню. Видно, что вы здесь делаете краевую зону. С одной стороны здесь правильно, да, что с наружной стены – краевая зона. Опять же, какой здесь у вас будет шаг? Обычно краевые зоны делаются от 100 до 150 миллиметров шагом между труб. Так, если следить, вот, краевая зона прошла, потом пошла почему-то она в другую комнату уже, в зал. Опять же, у вас идёт краевая зона, но краевая зона почему-то по трем стенам. Я бы оставил только наружные стены, краевую зону. То есть, вот эту бы петлю уже бы не тащил сюда, потому что здесь будет температура выше, чем вот здесь, потому что от наружных стен будет больше теплопотерь. С этим разобрались, дальше у вас пошла улиткой, но не совсем так улиткой. Ну, предположим, всё, вы прошли улиткой, дальше у вас эта же петля возвращается уже в кухню. И опять же, идёт улиткой и уходит в коллектор. Значит, мои какие рекомендации? Я бы как сделал? Я бы разделил эти две комнаты на две разных петли. Почему? Я бы сделал от коллектора, прошёлся бы вот по этим стенкам через холл и пришёл бы в зал. Если необходимо, опять же, по условиям расчёта, я бы сделал краевые зоны вот здесь вот по наружным стенам, и дальше бы пошёл бы улиткой. То есть, краевые зоны у меня получаются змейкой, дальше уже раскладка улиткой и возвращается в коллекторный шкаф. Это будет одна петля. Опять же, с шагом, предположим, заложил бы в программу здесь бы шаг 150, так как у вас дом по каркасной технологии и толщина утеплителя 150 мм, этот достаточно тёплый дом бы получился. И я предполагаю, что у вас бы здесь петли получились с шагом 150 мм, а здесь уже по убывающей, начиная от 200 мм и заканчивая 300 мм между петлями. Вторую петлю я бы прошёлся бы через туалет. Вернее, пошёл бы по прямой вот по этой стенке, вернулся бы на кухню. Опять же, краевые зоны бы сделал, как вы правильно указали, по наружным стенам. Дальше, по тому же самому принципу, улиткой бы вернулся, прокинул бы через ванную комнату и через туалет. И это бы, я так предполагаю, что было бы достаточно. Вторая петля у вас пошла через ванну. Может быть и логично. Почему? Потому что самый горячий теплоноситель у вас бы пошёл здесь, так как в ванной температура повышенная желательно. Дальше она пошла в самую дальнюю комнату спальни. Опять же, имеются краевые зоны. Да, согласен, что по наружным стенам. И пошла змейка. Улитка, не улитка. Ну, какая-то немножко схема не совсем удачная. Как я делаю обычно улитку? То есть, я, вот идёт подача и продолжаю подачу вести вот таким образом. Дохожу до центра и дальше уже между подачами идёт у меня обратка. Почему это так? То есть, подача всегда горячее, обратка холоднее. Дальше подача горячее, обратка холоднее. И получается равномерный прогрев. Вот чем, в принципе, отличается улитка от змейки. Если вот змейку брать вот таким вот образом, то здесь, естественно, будет горячее и здесь уже прохладнее. И будет неравномерный прогрев. Далее идёт уже всё это в холл. Тоже по улитке. И возвращается всё это в петлю. Опять же, надо смотреть. То есть, здесь десять с половиной квадратов. И здесь десять тридцать пять квадратных метров. Плюс ещё какие-то здесь два тридцать четыре. Какой-то закуток в холле имеется. Пожалуйста, если вы просчитаете и будет достаточно вот длины этих петель, то может быть. Но, опять же, я бы разделил спальню отдельно петля, холба с ванной отдельно петлю. Почему? Просто потом на коллекторе удобнее будет регулировать по комнатам температуры. То есть, вы даже в ручном режиме можете с помощью вентилей на горебёнке регулировать температуру в каждой комнате. Если вы сделаете вот таким образом, то у вас где-то будет либо равномерно, либо основная масса тепла дачи произойдёт в спальне. И до холла уже может не доходить. Дальше давайте посмотрим третью петлю. Получается такая же ситуация. Но, в принципе, здесь идут уже подсобные помещения. Поэтому здесь, может быть, и можно оставить таким же образом. Плюс ещё здесь котельная. Ну, котельную, я так понимаю, для того, чтобы чисто была плюсовая температура, вполне достаточно вот таких вот петель будет. Здесь захватывает у вас коридор в ванную комнату. И здесь вот опять же 200 миллиметров согласен. Может быть, шаг петли достаточный 400 и 600. Я считаю это очень мало. Будет просто-напросто некомфортно. Если вам нужна температура здесь всего-навсего там плюс 10, плюс 12 градусов, то, да, достаточно опять же заложить в программу ту температуру, которая вам необходима, и она вам выдаст количество петель. Вот такие рекомендации по первому этажу. Давайте дальше посмотрим, что у нас со вторым этажом. Вот так вот выглядит у нас второй этаж. То есть, я предполагаю, что коллекторный шкаф у нас располагается вот здесь. И то же самое три петли. 108 метров, 105 и 98. Коридор и вот это помещение. То есть, здесь кабинет, туалет и еще какие-то вещи. И кухня. Все завязано с одной петли. Та же самая ошибка. 400, 600. Это очень большие расстояния между петлями. Просчитывайте и смотрите. И спальня, холл. Та же самая ситуация. Вы хотите прогреть и холл, и спальню. Но я все-таки рекомендую разделять. И спальня, зал. Получается те же самые рекомендации, что по первому этажу. В принципе, проект неплохой. Все предусмотрено. Но ошибочки вот именно такие, что обязательно шаг петли рассматривайте. И обязательно просто на каждом помещении укажите теплопотери вашего здания. То есть, конкретно каждой комнатой написали теплопотери. И вы уже будете видеть, когда в программе для расчетов теплых полов площадь, закладывайте шаг петли, закладывайте диаметр. И он вам выдаст на квадратный метр теплопритоки. Умножили на площадь и посмотрели, совпадает у вас или нет. То есть, у вас теплопритоки должны быть либо равны, либо чуть больше, чем теплопотери. И тогда вы достигнете той температуры, которая вам необходима. Останавливаясь на этом же проекте, я бы хотел еще поднять такую тему. Прозвучал таким образом. Тоже двухэтажный дом. Общая площадь получается где-то 450 квадратных метров. Сам хозяин вместе с каким-то мастером решили сделать теплый пол. Все, сделали разводку. То есть, дом кирпичный в два кирпича толщиной. Сам по себе дом холодный будет из кирпича. Если сделаете теплорасчеты, то убедитесь, что просто кирпичный дом без всякого утепления, он всегда холоднее, чем с утеплителем. Ситуация произошла таким образом. Они сделали два коллекторных шкафа на каждом этаже по 12 петель. Каждую петлю было от 60 до 75 погонных метров трубы. В итоге получилось, что на улице минус 10, а в комнате не поднимается даже выше плюс 13 градусов. Вся труба металлопластиковая, закатана бетонной стяжкой. И был такой момент, что общая длина всего трубопровода получается 940 метров погонных. Значит, какие здесь ошибки? Во-первых, не было расчетов тепловых потерь. Отсюда, естественно, и люди не узнали, сколько же им трубы нужно. Во-вторых, не знаю, укладывался ли утеплитель под бетонную стяжку, то есть, под трубу или нет. Поэтому, если утеплитель не укладывался под трубу, а укладывался прямо на плиты перекрытия трубы, заливалась стяжка, естественно, теплопритоки будут как вверх, так и вниз идти. То есть, отражающего слоя и утепления не было. Естественно, часть тепловых притоков уходила бы там в подвал, если это первый этаж. Даже если судить из практики, обычно, если металлопластиковый трубопровод и нормально утепленный дом, у меня ориентировочно уходит порядка 6-6,5 погонных метров на 1 квадратный метр. Если судить даже по тем данным, которые есть, то есть, 450 квадратных метров умножаем на 6 погонных метров, должно было как минимум уйти 2,5 километра трубы. В данном случае у клиента ушло 940 метров, то есть, сами понимаете, что таким количеством трубы прогреть очень сложно. И, естественно, автор письма спрашивал, что в этом случае сделать, как быт, потому что труба уже закатана в полы, температуры нет. Единственный совет также поверху раскидывать систему трубопроводов и ставить дополнительно радиаторы под окнами, то есть, уже с учетом рассчитанных теплопотерь. Другого варианта я не вижу, чтобы не вскрывать те же самые полы. Тогда полы у вас будут работать как дополнительная система отопления, а радиаторы будут работать уже как основная. Опять же, надо учитывать мощность котла, какая установлена. Вот, в принципе, мой ответ на ту ситуацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!